Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня у Мазыры прием грамадян. Некто не погаджался судовыми решениями, некто пропонувал нести дополнение в действие законодательства. За ходом особистого приема сошили наши корреспонденты. Успись от тех, кто решил вернуться до помощника президента, Жихары Мазыра, Гомеля и Калинковича. Некоторых Юрий Шулейко уже ведет особиста, и они неодноразово приходили на прием. Не зауседы пытание можно выражать одразу, необходный час, а то и унесение дополнений у законодательства. Один из таких выпадков был огучен и подчас этого приема. Некольки годов тому автомобили сбил пешехода, а ка б не выплачивать компенсацию за нанесенные травмы, переехал у соседнюю краину. Зараз сумма выплат складает 38 тысяч рублей, але спагнать их не отрымливается. Пытание будет обовязково, пропрацовано с ответными в основами. Думаю, что если мы его сформулируем и доведем через наше управление юстиции, мы обратимся в Нижнюю палату для изучения данного направления, может быть, там нужно вносить поправку. Кали ранее на особистых приемах больше цікавились о питаниях, які закарнают интересы значной колькости людей, доброупорядкование, осветление в улице, рамон дорог, то зараз гэтая тема никто не огучвал. Помощника президента просили изнизить термины покарания за незаконный оборот наркотиков и повысить пенсию. Але особливо шмат зворот утичилось о питании землеупорядкования. Основная тематика вопросов земельных правоотношений в Мозорском районе связана с наличием земельных споров, с проблемами разделов земельных участков, а также долевой собственности. Поддельным вопросом у нас приняты конкретные решения суда. Вопросы, которые сегодня возникают, постоянно держатся на контроле в Мозорском райисполкоме. Разом с тым не все земельные пытания можно вырошить на районном Узруни, особливо, коли я не тышится спрэчок помеж суседями. Такие люди не реагуют навод на судовые постановы и потребуют прислухаться выключно до их думки. У некоторых выпадках подобные спрэчки протягиваются десятигодями, а колькасть воротов до простонников органов улады постоянно повелишивается. Я вижу даже по частоте приемов, которые они приезжают ко мне, к моим коллегам, или те руководители, которые проводят неоднократные приемы, да, это действительно десятый, пятнадцатый, а то и двадцатый раз, где настойчивое, даже истерическое состояние сегодня заявителя, решайте мои вопросы. Они давно решены уже в суде.